Андрей, на торжественном приеме о героях говорили, что они соль нации и гордость всего Ставрополья. Старшему поколению желали здоровья и долголетия, а молодым героям желали быть достойными своего звания. Вот это все мое богатство. Больше у меня никакого богатства нет. Ни сберегнижек, ни миллионов, ничего нет даже. Иван Алексеевич с гордостью показывает свои награды, и боевые, и полученные уже в мирной жизни. Самая важная – звезда Героя Советского Союза. Ее молодой связист получил в конце войны. Участвовал в параде победы 45-го и 2005-го годов. Иван Алексеевич прожил большую достойную жизнь, дождался внучек и правнука. На торжественный прием в правительство собирается с удовольствием. Но просить, говорит, для себя ничего не будет. Есть другое пожелание. Не за себя, а за всех ветеранов Ставрополья. Мы не просим ни золотых гор, ни рек с серебряной водой и прочее. Мы просим просто человеческого отношения к нам. Чтобы к нам относились по-человечески. Чтобы не мы ходили и просили, а чтобы к нам приходили и спрашивали, что вам надо, чем вам помочь нам и прочее. В Белый дом Иван Алексеевич пришел как к старым друзьям. Все и чиновники, и ветераны обоих поколений давно знакомы. Встречаются не первый раз. Перед торжественным застольем фото на память. И пожелание встретиться тем же составом через год. Уже за столом звучали поздравления с праздником и слова благодарности за подвиги. Среди вас те, кто разгромил фашизм, кто защитил интересы нашего государства в Афганистане, целостность и безопасность страны в Чечне, кто жертвовал собой для спасения жизней мирного населения на Кавказе в 2008 году. Это вы дали стране мир. И тот, кто воевал, знает истинную цену возможности спокойно жить, трудиться, растить детей. Благодарили ветеранов не только за подвиги в военное время. Они много делают для патриотического воспитания молодежи. Первые места на Зорницах, отличные показатели по воинскому призыву, тоже их заслуга. Потому что герой – это тот, на кого всегда равняются многие. Соль нации, как сказал кто-то из великих. На Ставрополье эту точку зрения разделяют и будут разделять всегда. Встреча прошла в домашней дружеской обстановке. Все ее участники пообещали обязательно собраться через год. Алексей Форсиков, Андрей Чернов, Информбюро.